На самом деле здесь произведено такие масштабные работы, как обновление сквера. Здесь полностью заменили основание. До этого здесь была брусчатка, местами это был просто асфальт. Сейчас в Фуксовском саду устанавливают и подключают новые фонари. Они будут в стиле 19 века с романтическим освещением. Рабочие расширяют лестницы, планируют установить пандус. Рядом появится беседка и вывеска с названием «Место отдыха». Проложили в саду деревянную экотропу. Она поведет граждан к клумбе с лекарственными травами. Здесь были высажены именно такие лекарственные травы. То есть здесь такие, как шалфей, тимьян, полынь и различные другие, порядка 27 различных видов. Нет сомнений, лекарственные травы станут изюминкой обновленного сада. Авторы проекта и урбанисты решили напомнить. Карл Фукс был ботаником и врачом. В работе он использовал народные рецепты. В то время, несмотря на то, что началось активное развитие биологической науки, люди еще не доверяли медикаментам. Помогал и просил приносить лекарственные травы. Полностью здесь проработали дендрологию. Наверное, это нельзя называть сложностями. Можно сказать, что мы сюда принесли определенную такую изюминку. Мы сюда привлекли дендрологов из Москвы, которые разрабатывали дендрологию для аптекарского огорода при МГУ. Связано это с тем, что сам Фукс являлся врачом. И известно то, что он именно лечил травами, которые растут по Волжье. В марте с памятника Карлу Фуксу вандалы срезали трость. Сейчас ее вернули на место. Как говорят в исполкоме, теперь по периметру сада установят камеры. Одно из важнейших условий при благоустройстве – мы всегда устанавливаем камеру в виде наблюдения. Что касается той трости, о которой вы говорите, она восстановлена, то есть в первозданном виде. И применены, так скажем, все технологии для того, чтобы больше таких вандальных действий не было. А если даже вдруг кто-то захочет, то камера всегда будет на страже. Этот парк в Казани разбили больше 128 лет назад. Как говорят историки, Фукс был одной из знаменитых личностей города в 18 веке. Он писал о татарах и их быте. Был ректором Казанского университета. Он основоположник Казанского ботанического сада, в том числе изначально при университете, а затем уже на озере Кабан, который уже в 20 веке в зоопарк превратился. Карл Федорович Фукс, в его доме останавливались все сколько-нибудь значимые посетители нашего города. Центральная площадка Фуксовского сада уже готова после масштабного ремонта. Осталось установить скамейки и уложить кирпичные дорожки. Для казанцев и гостей республики это особое место. Именно сюда они приходят, чтобы полюбоваться Казанкой, ее правым берегом и мостом Миллениум. Екатерина Осипова живет на Жуковского больше полувека. Говорит, все детство прошло в Фуксовском саду. Понравилось то, что дороги пешеходные стали не асфальтированные, а этими плитками сделаны. И стало светло. Правильно? Раз светло, значит уже более празднично. Теперь очень хотелось бы, чтобы вот вокруг заборов, вокруг какие-то деревья посадили. Это место центра притяжения горожан и гостей уже многие десятилетия. Красивая локация для фотографий. Вообще вид очень красивый раскрывается в Казани. Я фотограф и там часто делаются сессии, особенно осенью. И классно будет, что к осени нужно сделать. Уже в конце августа сад встретит казанцев и гостей Татарстана. Это значит, что они смогут сделать красивые фотографии уже в день республики. Искандер Гималдинов, Игорь Романов, Наиль Абдулин, ТНВ, Казань.